Привет, друзья! Сегодня рэперу Децлу могло бы исполниться 37 лет. Музыкант скончался 3 февраля 2019 года на гастролях в Ижовске. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Так совпало, что именно сегодня в басманном суде столицы завершились слушания по делу вдовы Кирилла Толмацкого, Юлии Киселевой. Женщина подала иск к пенсионному фонду, который отказывался выплачивать ей социальную пенсию по потере кормильца. Причина проста. Когда-то она не вписала мужа, по некоторым данным гражданского, в графу отец. В свидетельство о рождении сына Меркурия Антония, Иоанна или просто Тони. Отец Децла, кстати, в какой-то момент тоже усомнился в происхождении внука и настаивал на ДНК-тесте. Однако Юлия отказывалась, но ради признания мальчика наследником первой очереди и социальной пенсии генетическая экспертиза все-таки была проведена. Меркурий Антоний Иоанн по результатам ДНК-теста официально признан наследником первой очереди покойного Кирилла Толмацкого, озвучил сегодня в Басманном суде Москвы. Теперь сын рэпера с большой долей вероятности получит авторские права на произведение знаменитого отца, его недвижимости накопления. Представитель пенсионного фонда пыталась возразить по поводу даты начала отчислений, мол, выплачивать средства они готовы с момента вступления решения в силу, однако суд посчитал, что это требование необоснованно. Иск вдовой артиста был подан еще в прошлом году, через несколько месяцев после гибели Дэцела. Возможно, после сегодняшнего заседания, наконец, восстановится мир между родственниками Толмацкого. Отец музыканта жаловался, что вдова не дает ему встречаться с внуком. «Я Тони видел в своей жизни всего один раз, в 2005-м, когда он родился, и Кирилл прятал его у меня в офисе от Юли. Она была в каком-то сумасшествии, выдергивала отверткой дреды у себя из головы, рассказывал папа Дэцела. После похорон мне дали Тони на два дня, это были счастливые выходные. Мои дети Федя и Анфиса, дядя и тетя Тони, почти ровесники, они весело проводили время, он не очень хотел уезжать. Сама же Киселева в интервью следующим образом объяснила свое поведение. «Мы взяли небольшую паузу и договорились, что когда суд закончится, будем общаться с бабушкой и дедушкой. Я берегу ребенка, он сам тоже не хочет осуждений, пока не определены непосредственные наследники». Напомним, что Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля 2019 года после своего концерта в Ижовске. По словам концертного директора-музыканта Павла Беленца, после завершения концерта Дэцел вошел в гримерку, а через несколько минут ему стало плохо. По некоторым данным, рэпер скончался от остановки сердца. Представители певца владели кафе «Пош», в котором проходил концерт. И гости вечеринки утверждают, что музыкант не употреблял запрещенных препаратов и фактически не пил алкогольных напитков. Жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Новости в мире», странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.